Решите неравенство. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Решим данное неравенство двумя способами. Первый способ это классический способ, который подходит для решения любых дробно-рациональных неравенств. Для начала нам нужно будет все перенести в одну сторону. То есть одну пятую переносим в левую часть с противоположным знаком. Получаем единица разделить на х минус одна пятая. И все это должно быть меньше нуля. Приводим в левой части дроби к общему знаменателю. Тогда в знаменателе получаем 5х. Дополнительный множитель для первой дроби будет равен 5. А дополнительный множитель для второй дроби будет равен х. То есть в результате получаем в числителе 5 минус х. И все это должно быть меньше нуля. Для удобства дальнейшего решения методом интервалов умножим обе части нашего неравенства на минус 5. В результате знак неравенства мы должны будем поменять на противоположный. И при этом в числителе у нас получится х минус 5. А в знаменателе у нас останется переменная х. И все это должно быть больше нуля. Далее решаем получившееся неравенство методом интервалов. Для этого нам необходимо на числовой оси показать нули числителя и нули знаменателя. То есть нам нужно будет найти значения переменной х, при которых числитель и знаменатель обращаются в ноль. В нашем случае это будут точки 0 и 5. Обе точки мы выкалываем, так как знаменатель всегда не равен нулю. И учитывая, что мы имеем строгое неравенство, числитель также не может быть равен нулю. Далее мы должны будем расставить знаки в получившихся интервалах. Крайний правый интервал будет со знаком плюс, далее знаки чередуются. Кто до сих пор не знает, как расставлять знаки в интервалах, может брать в этих интервалах любые точки, подставлять в левую часть нашего неравенства и определять ее знак. Нам нужно найти все значения переменной х, при которых левая часть больше нуля. То есть выбираем интервалы со знаком плюс. А это значит, что решением данного неравенства является множество всех значений переменной х из промежутков от минус бесконечности до нуля и от 5 до плюс бесконечности. Переходим ко второму способу решения. Рассмотрим два случая, когда х меньше нуля и когда х больше нуля. Значение переменной х, равное нулю, не входит в область допустимых значений нашего неравенства, поэтому мы его рассматривать не будем. Итак, если х меньше нуля, то тогда левая часть нашего неравенства будет меньше нуля, так как мы делим положительное число на отрицательное значение переменной х. А 0 меньше 1 пятой. Откуда следует, что для всех отрицательных значений переменной х, единица разделить на х будет меньше 1 пятой. То есть последнее неравенство верно для всех отрицательных значений переменной х. Переходим ко второму случаю, когда х больше нуля. Тогда мы можем обе части нашего первоначального неравенства умножить на 5х, которые, учитывая, что х больше нуля, также будет больше нуля. При умножении обеих частей нашего первоначального неравенства на положительное число, знак неравенства не поменяется. То есть в результате в левой части получаем 5, а в правой части получаем х. или по-другому, в более привычном виде, мы получаем неравенство х больше 5. Вспоминаем, что мы получили наше неравенство при условии, что х должен был быть строго больше нуля. То есть нам нужно решить систему из двух неравенств х больше 5 и х больше нуля. Выбираем больше большего, или можно показать пересечение промежутков на числовой оси. То есть с одной стороны х должен быть больше нуля, с другой стороны х должен быть одновременно больше 5. То есть пересечением промежутков будет множество всех значений переменной х больше 5. И в результате первый случай дал нам все отрицательные значения переменной х, А второй случай дает нам множество всех значений переменной x больше 5. Объединяем промежутки и пишем ответ. Решением неравенства является множество всех значений переменной x из промежутков от минус бесконечности до нуля и от 5 до плюс бесконечности. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.